ходить в церковь или начинает двигаться, как он считает, по пути духовного роста, сталкивается с тем, что в жизни начинает проявляться все по-другому. Он становится злее, обостряются какие-то моменты. То есть человек, который начинает ходить в церковь, вдруг начинает выпивать, появляются плохие знакомые. Или человек, который начинает заниматься эзотерикой, там еще за деньги с кем-то разругивается и так далее. Почему так происходит? Это связано с пониманием того, что когда человек начинает заниматься или эзотерическими знаниями, то есть тайно читает мантры, молитвы, аяты и так далее, то в этот момент высшие силы обращают на этого человека внимание. А когда высшие силы добра обращают на человека внимание, то для того, чтобы человека... А для чего обращают внимание? Чтобы помочь этому человеку быть более счастливым, спасти его душу. И в этот момент альтернативные или противоположные силы, силы зла, обращают на него внимание. Почему? Раньше им было все равно, но когда на него начинают обращать внимание светлые силы, то темные силы начинают бороться за этого человека, как бы начинают тянуть в его сторону. И в этот момент человеческий выбор, человеческая воля, она и дает возможность человеку остаться на какой-либо из сторон. То есть осознанное восприятие выбора внутреннего человеческого. То есть тот момент, когда вы после эзотерических ман, или читая какие-либо... Читая либо коды, либо заклинания, либо молитвы. И у вас после этого происходит срыв, и вы начинаете или хотите выругаться, или кто-то что-то вам сделал, вы хотите поругаться, поскандалить, обидеться, навредить. Ну, я не знаю, в общем, что сделать, там, объесться, напиться и так далее. Или близкие начинают вас тиранить, кричать. В этот момент вы должны перетерпеть и не поддаться на влияние таких деструктивных сил.